Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы будем моделировать платье. Платье ранее, которое сегодня мы будем моделировать, было уже у нас на канале, но мы показывали только его пошив. И пошив был от начала до конца. Ссылку на пошив платья от начала до конца обязательно оставим вам в описании. Было очень много просьб, чтобы показали именно его моделирование, чтобы каждый, конечно, его для себя повторить. У нас на канале есть такая рубрика «Пошив от А до Я», там, где мы шили изделия от начала до конца. И при желании, при вашем желании, при ваших просьбах, возможно, вы захотите увидеть еще какие-то моделирования. Пишите, и когда будете писать, от какого числа видео, пишите, для того, чтобы было понятно, что именно вы хотите увидеть. То есть, моделирование чего-либо. А мы постараемся выполнить вашу просьбу. Рассмотрим технический рисунок платья. Мы с вами видим, что пройма здесь приближена к линии горловины. Линия горловины практически закрыта, можно сзади делать замочек при желании. Выточки нагрудные перенесены в боковую линию, и при этом они похожи на французскую выточку. И дугообразная отрезная часть чуть выше линии талии спереди, чуть ниже линии талии по спиночке в боковых швах карманчики. Для моделирования используем выкройку основу, спинку, полочку. Как построить выкройку, ссылочка в описании. Итак, по спинке у нас есть выточка плечевая. Мы на нее не обращаем внимания, а величину раствора плечевой выточки мы с вами будем снимать по плечевой линии. Также с вами сейчас поработаем с выточкой нагрудной. Выточку нагрудную мы с вами будем переносить. Поэтому я сейчас ее вырезаю. Сейчас все с вами подготовим, а потом начну моделировать. И следующее, что я хочу сделать, это сейчас разместить линию, по которой мы будем отрезать. То есть, насколько мы хотим ее приподнять выше талии на полочке и насколько опустить по спинке. Поэтому я вот так вот сейчас прикладываю. И спереди на 5-7 сантиметров приподнимаю. Боковую линию буквально где-то на сантиметр 2 опускаю ниже линии талии. И по спинке сантиметров на 5-7 ниже линии талии. И сейчас прорисовываем линию. Вот здесь вот мы сходим к боковой линии. И потом дальше продолжаем. Если вы хотите приподнять выше, опустить ниже, то есть вот по спинке, пожалуйста, это вправе решать каждый, как вы будете это делать. Выточки талиевые. Мы на них не обращаем внимания. А вот посадка, если у вас немножечко будет боковая выточка, вот как она есть, так мы ее можем и оставить. Тогда платье будет более изящно смотреться на нашей фигуре. Итак, выточка нагрудная. Мы ее с вами будем опускать. Мы можем опустить ее, разделив, допустим, либо пополам, вот эту вот линию, которая у нас есть. Да, вот мы тут опустились. Либо еще ниже. То есть вы можете это поэкспериментировать. И сделать ее вот такой вот. Вот такой вот фигурной. Вот мы с вами получили. Разрезаем. И выточку нагрудную закрываем. Когда мы будем с вами выкройку использовать, то есть уже для раскроя, то рекомендую вам все-таки саму выточку сделать немножко короче, не доходя прям до центра груди, а сантиметра на три вы переносите эту точку, а вот раствор выточки вы оставляете прежним. То есть вы вот сюда вот сходите, вот к этой точке. Теперь дальше поработаем с линией горловины. Линию горловины я расширяю буквально на полтора сантиметра на полочке и на спинке. На спинке углубляю на один сантиметр. То есть вот здесь у нас все лишнее мы вырезаем. И на полтора сантиметра на полочке. То есть спинка сантиметр, полочка, кругом снимаем по полтора. По плечевой линии на спинке также полтора. Все вырезаем. И теперь определяемся с линией плеча. В этом случае, когда мы сделали с вами такие минимальные расширения и углубления горловины, естественно, нам нужно будет с вами определиться, входит ли сюда голова. Если нет, то, соответственно, мы по спинке делаем шов и тогда делаем с вами замок. Далее, значит, у нас остается с вами отрезать по линии талии и закончить сейчас с линией проймы. Вот здесь, когда вы выкройку вот отстилаете, вы возьмите и посмотрите, подходит ли она вам. То есть приложите ее к себе, к плечевой линии, чтобы увидеть, какая у вас получается вот здесь вот высота. Может, вы захотите выше поднять, может быть, нет. То есть в этом случае еще при моделировании мы можем с вами немножечко внести какие-то корректировки. Теперь по плечевой линии. Ну, вот здесь вы можете отступить 7-8 сантиметров. Можете больше, можете меньше. Какую линию вы захотите, такую вы и сделаете. Но вот здесь вот линия в готовом виде у меня получилось 7 сантиметров. То есть вы взяли, отмерили 7 сантиметров, 7 сантиметров отмерили на полочке, на спиночке или вот так вот прикладываем, чтобы было одинаково, тогда все получится. И далее прорисовываем. Прорисовали линии. Но ни в коем случае не открывайте вот эту часть. То есть вот здесь мы должны выйти на вот эти вот точки, да, вот сюда. После того, как вы прорисовали, соедините плечевую линию и посмотрите, что у вас получилось здесь. А здесь получился, смотрите, вот такой вот уголок. Этого уголка, в принципе, ну не должно быть. Поэтому он не должен быть у вас как бы острым, да, скажем так. Поэтому прорисуйте, чтобы была правильная переходящая линия. Вот здесь вот плавно перетекающая. Вырезаем. И верхняя часть у нас уже готова. То есть лифт откладываем в сторону. Остается нам поработать с юбкой. Значит, по юбке определяем место расположения кармана. Место расположения кармана от линии талии, а здесь мы ее опустили на полтора сантиметра, может быть 6-8 сантиметров. Поэтому я вот так вот опускаю сантиметров на 5 и определяю, какой величины карман. Для того, чтобы определить, вам нужно взять, измерить свою ладошку, то есть вот таким вот образом, и прибавить хотя бы 2-3 сантиметра с одной и с другой стороны, чтобы нам было удобно. Ну, допустим, я возьму и сделаю 15-17 сантиметров. Вот это расстояние. И здесь у нас будет расположен карман. Карман вы можете вот так вот взять, ну, как бы прорисовать, как он будет выкладываться. А потом, исходя из этого рисунка, вы можете его просто вырезать уже после того, как используете выкройку. Дальше я хочу расширить. И сейчас берем с вами дополнительный лист бумаги. То, что я беру дополнительный лист бумаги, вы можете его не брать. Вы можете сразу все это сделать уже непосредственно на ткани. Вытачки, естественно, мы с вами талевые не делаем. Разрезаю. И вот здесь вот я буду разрезать полностью от начала до конца. То, что я сейчас сделаю с полочкой, то же самое вы проделываете. И с нижней частью спинки. Ну, здесь я карман разрезаю. Вам при необходимости можно его переснять на какой-то лист бумаги. И далее теперь с вами мы можем для того, чтобы потом не запутаться, возьмите либо линии нанесите и пронумеруйте. Один, два, три, четыре. У меня детали маленькие, а у вас это может быть и пять, и семь, и восемь. И теперь мы раскладываем. Первая деталь, естественно, у нас идет со сгибом. Вот здесь будет сгиб ткани. И прикладываем, допустим, к сгибу ткани. Выкладываем так, чтобы линия, которая идет по линии низа, была по прямой. Расширение зависит от того, насколько вы хотите, чтобы платье было расширенным. То есть, если оно у вас довольно-таки широкое, то вы можете использовать либо на всю ширину ткани, либо чуть меньше, либо чуть больше. Но тогда в этом случае вы делаете шов спереди, если у вас идет больше. Если вы хотите, чтобы присборка была незначительной, а расширенное к линии низа, тогда мы можем с вами расстояние, которое идет по линии низа и по линии верха, делать разным. То есть, уменьшать в верхней части и расширять в нижней части. В этом случае, обращаю ваше внимание, когда мы делаем вот так вот, то есть расширение у нас не одинаковое, тогда юбка выкладывается по нижней части немножечко дугой. То есть, вы берете эти точки и, соответственно, потом их соединяете. Прорисовываете все и вырезаете из ткани. Теперь смотрите, мы делаем с вами вот здесь вот, допустим, по линии низа расширение. Допустим, расширяете вы на 7 сантиметров. Вот здесь вот расстояние по 7 сантиметров. Значит, здесь тоже нам нужно взять хотя бы половину, 3 и 5, потому что она должна быть, юбка, правильно, вот такая вот форма. И, соответственно, мы с вами вот так вот выводим. И вот здесь делаем, значит, здесь рекомендую, смотрите, у нас вот идет сгиб, а вы сделайте вот здесь прямую линию. То есть, вот так вот, чтобы было прямо. И для кармана, для места расположения кармана, одну часть сделайте, ну, вернее, в той части, где расположен карман, удлините на сантиметр, на полтора. И, соответственно, вот у вас, допустим, здесь 17 сантиметров, значит, по сантиметру хотя бы мы с вами прибавляем вверх и вниз. Тогда вы сможете обработать и сделать быстренько карман в боковом шве. Кстати, как его сделать, тоже ссылочка будет в описании. Точно так же мы с вами работаем и с нижней частью, то есть с юбкой. Итак, как сшить это платье от начала до конца? У нас есть видео, последовательная обработка. И эту обработку, сборку платья, обработку единой обтачкой вы сможете выполнить и сшить это платье вместе с нами. На этом все. Желаю всем удачи. Всем пока.